А вот и его соперник в красном углу клетки. Бойцу 35 лет, его рост 185 сантиметров, вес 108 килограммов ровно. Профессиональный рекорд 7 побед, 2 поражения, 2 победы досрочно. Он представляет собственный клуб А.К.А. Самара. Из Самары приветствуйте Шави Абасов! Бойцы середина, бойцы середина. Так, парни, вы профессионалы. Уважаем друг друга, соблюдаем правила. Внимательно слушаем все мои команды. По команде 100 прекращаем все действия. Все понятно? Удачи обоим по углам. На последней дуэли взглядов Юрий Федоров действительно выглядит немного крупнее, чем Шамиль. Юрий готовился к пятираундовому бою с тяжеловесом Александром Солдаткиным. Шамиль Абасов готовился к трехраундовому бою в полутяжелом весе. Причем у него там несколько соперников еще поменялось. Поэтому в этом плане, я думаю, определенное преимущество есть у Федорова. Сразу же не стал проверять себя в стойке против такого мастеровитого ударника, как Абасов. Поджал его к сетке. Сейчас идет борьба за захват. Абасов контролирует правой кистью левую руку Федорова. Это не дает ему как раз-таки забрать удобный захват под бросок. Слышали мы замечания от Юрия Федорова к рефере. Хорошая позиция у Федорова для контроля. Абасов несколько резких, коротких ударов коленом в корпус нанес. Да, видимо, Федоров с самого начала решил немного подутомить резкого взрывного ударника Абасова. Шамиль развернул оппонента к сетке. Слышим мы, как самарская публика поддерживает своего земляка. Обмен ударами коленями по бедрам. Локоть на коротке от Федорова. Хороший апперкот от Абасова. О, левая нога! Но Федоров принял этот удар апперкот. Да, Федоров пропустил пару крепких ударов, но продолжает переть вперед. На левой хокке, как о котором я вам говорил ранее. Много людей поронял Абасов по этим ударам. Почти половина первого раунда уже прошла. Было несколько очень жестких попаданий от Абасовой, но в основном контроль от Федорова. Это, конечно, очевидная умная стратегия на бой против взрывного ударника Абасова. Абасов разворачивает своего оппонента к сетке. Тяжело, конечно, ему бороться в клинче с Федоровым. Он физически очень крепкий, но проход в одну ногу от Абасова. Вот это неожиданно. Федоров сразу же прет вперед. Серия ударов. Опять клинч. Абасов вновь развернул соперника клетки. Теперь Федоров вновь контролирует. Разорвалась дистанция. Абасов взорвался с серии ударов. Федоров проход в одну ногу. Абасов прихватывает шею. Нельзя бить колено в данной ситуации. Видимо, нет хорошего захвата на шею. Попытка левого хайкика на разрыве. Хороший левый по печени. Попытка бэкфеста от Федорова. Небольшой размен на руках. Еще один жесткий по печени. Еще с ноги туда же. И отзащищался от перевода Абасов. Еще по корпусу. Оба спортсмена. Серьезный правый оверхенд от Федорова. Поджимает он Абасова. 10 секунд до конца первого раунда. Много было вязкой работы в этом раунде. Но и несколько очень интересных разменов в стойке также присутствовало. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok поджимает Абасова. Работает он первым номером. Для Федорова, конечно, совсем невыгодно драться с Абасовым в середине клетки. Там очень велика вероятность пропустить какой-то серьезный удар. Обоюбная работа по бедрам. Федоров поджимает Абасов к сетке. Не видели мы еще попыток перевода от клетки в исполнении Федорова. Оступился Федоров или поскользнулся. Абасов не стал никак продолжать свою атаку, увидя не способность своего соперника продолжать в моменте. Абасов отступает назад клетки. Вот он перевод от Федорова. Как раз таки от сетки. Абасов еще не на спине. В такой позиции можно попытаться встать от сетки. Как раз это он и делает. Убирает правую ногу под себя. Очень много видели мы сегодня эту позицию на сегодняшнем турнире. В частности, в бой Никита Шершавина и Артур Паяна. Вообще, по-моему, три раунда они в этой позиции были. Сейчас Шамиль на себе буквально держал большую часть веса Федорова. Но удалось ему подняться. Чуть меньше двух минут прошло во втором раунде. Хорошие локти на коротке в исполнении Федорова. Тяжело, конечно, Абасову бороться в клинче с тяжелым Федоровым. Федоров сейчас прибавляет темп. Давай! Несколько вот этих неприятных ударов плечом мы увидели в исполнении Федорова сейчас на коротке. Несколько хороших ударов удается у Абасова. Дом! Несколько лет! Да, 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 да! Абасов уже хорошо на кратке попадает справа. Полторы минуты конца раунда. Да куда серьезнее-то? Сейчас Абасов контролирует своего соперника у сетки. Идет обмен короткими ударами. Слышим команду от рефери Николая Шарипова. Потому что активнее хочет он, чтобы работали спортсмены. Не удалось Абасову выполнить проход в одну ногу. Продолжает Федоров грузить его в клинче. 10 секунд до конца раунда. Попытка Бэхвеста на разрыве дистанции от Абасова. Такой активный размен на кратке. И последний удар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Сразу же Федоров вновь поджимает Абасова к сетке. И продолжает так называемый грязный бокс на ближней дистанции. Удар коленями, стопой, плечом. Вот эта вся неприятная-неприятная работа. Еще один удар плечом. Абасов тоже попытался ответить. Попытка броска от Федорова. Сразу же колено в прыжке было. Не часто такое видишь от 120 килограммов тяжеловеса. Хорошо попал Федоров. Попытался продолжить успех. Не получился проход. Локоть от Федорова. И сразу меняет позицию. Очень сильно напоминает поединок Абасова и Резвана Куниева. Там Куниев тоже избрал тактику, скажем так, весенняя на Абасова. Изнурение его. Но там был пятираундовый бой. И ближе к концу, конечно, Куниеву удалось завершить поединок досрочно. Здесь три раунда и остается чуть более трех минут до конца. Абасов остается опасным даже в третьем раунде. Там любой удар рукой или ногой может привести к глубочайшему нокауту. Но, чтобы ударить рукой или ногой, нужно пространство. Федоров сегодня это пространство Шамелю не дает. Не самая зрелищная манера введения поединка была избрана Федоровым. Но очень-очень действенная и, скорее всего, верная. Шамелю не дает. Развернул Абасов Федорову к сетке. И не отпускает его сам тоже. Была возможность у него, конечно, выйти из клинча, но решил оставить. Будьте жилеть! Будьте жилеть! Будьте жилеть! Будьте жилеть! Будьте жилеть! Будьте жилеть! Минута до конца поединка. Вот сейчас, может быть, получится у Абасова разорвать клинч. Локоть на коротке от Федорова. Да, не получается у Абасова избавиться от клинча. Вот сейчас, может быть, но сам пошел в ноги Абасов. 10 секунд. И защитился Федоров от последней попытки тейкдауна. Это было после гона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров 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 А.Кулакова